Телеканал КРТ представляет. Такой снег, крутой снег. А когда снежное мракобесие, там, например, оно летит и тает сразу же, причем слякоть. А ты на летней резине. А я, во-первых, на летней резине, а во-вторых, машину только что помыл. Ну, то есть, понимаете, это совсем не то. А вот это красота. У нас еще есть одна прекрасная новость со снегом связанная. У нас сейчас идет украинская онлайн-школа. Это уже и смешно. Да. И в рамках этой школы, на одном из уроков, белых медведей поселили в Антарктиде. Ну, как поселили? Записали? Вот у нас есть даже сморобийскую. Пересели, пересели. Сделали новое. Да, у нас есть слайдик оттуда. Привет. Пишет тебе Вилем Медведь з Антарктичного півострова. Ну, кстати, такой півостров действительно есть. Украинский полярник из станции Академии Квернацьки показывал мне твои видеоуроки. И я плачу. Ты згадываешь про різных тварин, розповедаешь про котов, собак, кролев, а ведмед. Неужели в свете забыли про ведмедов? Почекаю на урок про нас, білих и бурых, великих и малих. Бережи себе щиро, мишка. Ну, на самом деле... Мишко, мишко, мишко. Я просто представился от академии... Мишко, 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 мишко. Значит, работника в станции Академии Квернацького в Антарктиде, да. Где медведей, кстати, нет. Где медведей нет, я не таки сейчас думаю. Может, они привезли одного? Поселение. Нет, ребята, на самом деле бедный умко, понимаете? У него там когнитивный десаноз, да. Слушайте, это ж не, ну, как бы... Ну, как ты вот объяснишь это? Нет, есть еще один случай. Это действительно... У нас есть, кстати, видео, можем сейчас посмотреть, и потом это обсуждится. Пожалуйста. В период в 58-м уроці царь Иван Грозный починає так звану Ливанську війну. Это была війна с Ливанським орденом. И основная идея была и в тому, чтобы Россия отримала выход до Балтийского моря. Это было надзвичайно корыстно. Нет, на самом деле поход был ради ливанских кедров, ребята. Ну, надо же было строить, правильно? Я бы вообще этот урок вел по-другому. Как? Росийский цар, самая, росийский цар Иван Васильевич Грозный бив свою невестку, вбив своего сына и влаштовывал оргии в Ливане. Зі своими боярами. В Ливане. И урок для шестого класса, да? Нормально. И такие родители, и вообще... Прилегивали к экрану. Подождите. На слове оргии. На слове оргии. Уже, по-моему, Ирина Герасченко говорила, что Порубий готов вести уроки. Он бы в такой манере уже, наверное, и зачитал. У нас просто есть об этом новость. Не, Порубий бы говорил, что Иван Грозный это родоначальник фашизма. Смотрите, Ирина Герасченко, она не могла не высказаться. Тоталитаризма. Європейская солиданность выступила за 10 тысяч. Это, кстати, мой скрин, если вы... Да, может быть. Потому что я красным пакетчиком. Ну так, потому что мы тебя пригласили. Видите? Это красные линии по Ирине. Как читать тогда? Как учитель, как учитель. Ирина Герасченко. Петро Порошенко, Иванна Климпушцинсадзе и Мария Иеонова перфектно выкладают урок англійською мову. А Олексій Гончаренко французь. Как вам история дальше? Прочитай про фазову освіту. Фазовая освіта Порубия это какая? Освіта по фазе или как? Это ошибка по Фрейду. Фазовая освіта. А Фрейд Ирина Герасченко это же вообще единая цель. Нет, сам вот этот вот пост, он очень интересный. Он предвидел таких, такие психотипы, расстройства личности. История от Ветровича и Порубия, потому что таки поубий, помнятай, як сэбуу, понимаешь? Только он может рассказать, как было. Нельзя смеяться над физическими вадами человек. Но с другой стороны, я вот про смех. Кстати, мама Марии Ионовой, моя учительница по Малой Академии Наук по Истории. Да ладно. Серьезно, вот, честно. Поэтому, пользуясь случаем, передаю привет. Вот, поэтому мне интересно, я думаю, что если бы на самом деле хотели найти хороших преподавателей, они есть. И можно было бы их найти. Просто когда политики хотят быть одновременно и учителями, и, не знаю, и лидерами мнений, и вот это странно выглядит. Или они просто хотят хоть где-то подработать. Вся эта история с уроками, на самом деле, она очень печальная. И каждый, ну, может перед камерами ошибиться. Мы все с вами работаем в этой истории. Это нормально. Мы все маму право на побылку. Дело не в этом. Смотрите, но когда я работаю в прямом эфире, а я всегда работаю только в прямом эфире. И что-то говорю, что-то не так. Например, там какую-то цифру неправильно сказал. И тут кричать тебе... Мне говорят, редактор сразу сидит, ну, просто красный, сидит, орет на меня в наушник. Исправься, я сразу же исправляюсь. Здесь же, вот у этих вот организаторов, не было, и у учителей не было редактуры. Да. То есть они записали урок. Нет, сама идея на школу нормальная. Знаете, что сейчас произошло? Я согласен. После этого флешмоба каждому представили редактора. Теперь перед тем, как это выдавать в эфир, редактор все проявляет. Все-таки, слава богу. Понимаете? Редактор, звание не ниже профессора, да? Смотрите, нет. Дело в том, что, ну, ведь флешмоб в поддержку учителей начался не просто так. Не нужно путать. Есть буллинг учительский. И это наверняка, там, обвиняли именно непосредственно учителей. Что они плохие, не такие. Мешали с дерьмом, да. Вот именно. Ну, вот, кстати, у нас же есть акции. Организаторы. В радие «Ямая права на помолку». Ну, это вообще прекрасно. Я уже разговаривал с организаторами, очень сильно извинялись, говорили, что ошиблись. Хэштег неудачный. Они имели в виду только поддержку учителей. Конечно. Таксист на помолку «Права на мае». Бахнуть перед рейсом не может. Хирург тоже. Ну, то есть, понятное дело, они поддерживали только... У нас есть еще подборочка. Только учителей. Потому что, ну, посмотрите, уже все критично относятся к слугам народа. Вот такая вот любая оговорка по Фрейду. Да, она будет стоить. Просто мастера контента, знаешь, из серии. Зашли в каждую ленту просто. Ну, слушайте... Нет, я тоже понимаю, что они имели в виду, что тут идею о том, что, в принципе, ну, это учитель, да? И не нужно хейтерить учителей. То есть... Ни в коем случае. Но сама, вот придумав вот этот такой флешмоб, он был, ну, скажем так... То есть, после этого вот этим товарищам надо тоже представить будет... Или это Ротлер бы контролировали, какие они флешмобы хэштеги запускают. Вообще, на самом деле, все очень плохо у нас с образованием. Вообще, вот глобально плохо. Ну, когда у нас есть Иван Грозный, который... Ливонский. Не Прибалтику, да, а Ливанскую. Да, тут никто рядом там все. Ливанская, Ливан... Ну, это на самом деле даже не похоже на ошибку. Это похоже просто на незнание, да. Вот глобальное незнание. Ты закончил какого-то там Драгоманова или кто-то как юнор? Ну, ты так слышишь, ты на Драгопед так не на этого. Смотри, у меня есть несколько знакомых врачей. Были, были такие знакомые. Сейчас они исчезли из моей жизни. Которые закончили Одесский мединститут. Они его закончили с красным дипломом. Ты же знаешь, что... Я никогда в жизни не пойду, не то чтобы к ним на прием. Не, ну, есть же это правда, что выпускники медвузов не лечатся у одногруппников, знаешь? Ну, мне понравилась фраза Максима, которые исчезли из моей жизни. Исчезли. Это, конечно, что... Ну, то есть, это правда. Нет, есть такой фильм, не шутите с Зоханом, а я бы сделала еще, не шутите с Назаровым. Нет, я с ними ничего не делал.